Всем привет, ребята! Меня зовут Полина Егорова, и я очень рада вновь приветствовать вас на моём канале. Как вы думаете, что сегодня будет? Правильно! Видео снова про школу, а то, как я проучилась почти этот целый месяц, потому что он был просто невыносимым. А перед началом этого видео не забывай ставить большой пальчик вверх и подписываться на мой канал. А мы поехали! Начнём мы, наверное, с того, что, возможно, вы знаете, что в этом году я пошла в девятый класс, и мне нужно будет сдавать экзамен. Вот просто жизненный урок. Никогда не говорите никогда. Потому что в седьмом классе, когда у нас началась физика, я сразу сказала, что я ненавижу физику и никогда в жизни её не пойму. Если бы тогда, два года назад, мне сказали, что, возможно, я буду сдавать физику в девятом классе, я бы сказала, что этот человек просто сумасшедший. Потому что это просто было невозможно. Я её никогда не понимала и никогда не понимала, как её можно было понимать. В седьмом классе единственная тройка. За год у меня была тройка по физике, потом в восьмом классе я почти все четверти я закончила с пятёркой по физике. В этом году у меня тоже вышла пятёрка по физике. И что вы думаете? В этом году я думала сдавать мне историю или физику. То есть я определила с тем, что я точно буду сдавать общество знания. Сейчас нас заморочили с этими штуками, которые надо писать, где что ты будешь сдавать, как будешь сдавать. Все учителя спрашивают, кто что будет сдавать. В самом начале этого года мне показалось, что, в принципе, можно учиться хорошо. Всё, задают вроде не так много, как я думала. Ага. Мечтать не вредно. Отучились мы недельку, всё было прекрасно, хорошо, нормально. Меня всё устраивало, всех всё устраивало. Потом... Здравствуйте, приехали. Нам стали сдавать дофига много. В этом году мы ходим на полчаса позже в школу. Это, кстати, клёво, потому что можно на полчаса подольше поспать. То есть у нас в том году было максимальное 8 уроков. В этом году у нас максимальное бывает 7 уроков. Но эти 7 уроков заканчиваются как 8 уроков. Я, конечно, супер понятно объясняю. Я не знаю, как вот можно по логике вообще потом это будет понимать. Но в целом... Как есть, так есть. Есть один прекрасный день. Это среда. Где мало того, что 7 уроков, так все эти 7 уроков нужно учить. Все эти уроки устные и их слишком много. Просто дофига. Еще учесть то, что я хожу к репетитору. Пока что только по английскому я. Во вторник я хожу к репетитору. И мне во вторник на среду нужно делать уроки. И уроков настолько много, что просто капец. То есть там... Химия, физика, алгебра, геометрия, русский, литература. И все эти предметы нужно делать. И все эти предметы нужно делать много. И все надо учить. И все учить хорошо. Поэтому это просто очень сложно. Когда там вот туда дофига. Выучить надо. Она такое вообще как бы не рассчитывала. Я думала, что... Ну, бывает. Патам! Как вы думаете? Нам, конечно же, давали список чтения на лето. Я не говорю, что я его не читала. Но я, конечно же, читала не все произведения. Что вы думаете? Нам сказали, что мы будем писать читательский дневник. Кто не знает? Читательский дневник это такая штука, где... А написано... Ну, короче, написано все про произведения. То есть там данные проблемы в произведении, описание героев и так далее. Все это надо было делать примерно за полторы недели. Вы скажете, что за полторы недели можно было на изи все это сделать. Но нет. Потому что уроков, как я говорила ранее, задавали дофига и дофига. Поэтому сделать это было очень сложно. Конечно же, я не успела сделать точному назначительному сроку. Но... Но я принесла тоже на следующий день. Забирали. Вот. Потом, что вы говорите? Я принесла читательский дневник. И нам сказали... Вы будете сдавать устный зачет по четырем произведениям. Это так-то классика. Типа, ее нужно знать всем. Читать. Ну, это мне так мама сказала просто. Это Мертвые души. Гоголь. Там Евгений Онегин. Всякие. Горе от ума. Герой нашего времени. У него-то четыре произведения, которые надо будет создавать на устном зачете. В принципе, это не сложно. То есть, если ты хотя бы почитал краткий пересказ и хотя бы вот сам писал про всех этих героев, то ты уже примерно представляешь смысл произведения и суть его. Понимаешь, описание этих героев, что они делали, какие они были, какой у них был характер. Это как бы, ну, в принципе, адекватно. Снова начались эти контроли самостоятельные по 2-3 в день. И что вы думаете? Конечно же, конечно же, как же мы будем без любимых ВПР. Просто обожаю, обожаю по всем предметам, по всем. То есть, это физика, химия, английский, что там еще, общество знаний, история, биология, география, информатика, по-моему, или нет по информатике. Ну, короче, дофига всяких предметов. Завтра, на данный момент, я снимаю это видео, 21 сентября и 22 сентября у нас ВПР по географии. Чтобы вы понимали, я совершенно не люблю географию, мне просто... Кстати, учительство довольно-таки неплохо у нас подает географию, но мне просто, блин, не нравится сам этот предмет. Ладно, типа, знать вот там про Россию, что там рядом с ней находится, и примерно знать, где находятся страны, вот эти всякие тектонические плиты, вот эта вот всякая муть. Я просто, ну, просто не люблю это вот все. Мне нравится общество знаний. Там, в принципе, все кратко, понятно, ясно, жизнь, логика. Что я бы хотела здесь обсудить, такую тему, это школьная форма. Лично я не понимаю, я как бы знаю, что, ну, школьная форма это общее правило установлено, но я, типа, не понимаю их смысл. Ладно, типа, ходить, ну, типа, почему нам нельзя ходить в школу в черных джинсах? Это же, ну, типа, это все ходят в черных джинсах, всегда все ходили и будут ходить в черных джинсах во все школы, где бы они ни были. Потому что черные джинсы, это просто стандарт, это классика и это нормально. Но почему-то во многие школы сейчас и у нас тоже не разрешают ходить ни в черных джинсах, ни за цветными волосами. Кстати, вот с цветными волосами мне, как бы, пофиг. Ну, нам говорят, конечно, что, типа, нельзя, но если бы я захотела покрасить волосы, я бы даже не спрашивала их мнение вообще. Ну, как бы, это право человека, с какими волосами он будет ходить. Не знаю, мне почему-то бесит школьная форма. Я не знаю, почему учителя считают, что школьная форма, как бы, будет влиять на качество твоего обучения. Но я, в общем, стараюсь, учу все эти предметы. Да фига, я сижу до часа, до двух, до трех, пока я все это не сделаю и все равно все сделать не успеваю, поэтому приходится не делать на переменах. Есть несколько предметов, которые я бы вообще убрала из школьной программы, которые я просто ненавижу всей душой, но я их не буду здесь перечислять. Еще у нас настолько безбашенный класс, потому что, как вы думаете, что мы сегодня натворили? Правильно. Вы, конечно, до этого не догадались, но я думаю, что это не станет для вас каким-либо шоком, но для наших учителей это стало более чем шоком, потому что мы пересмотрели Тикток. Правильно. Мы пришли в школу в тапках. Если получится, то я оставлю историю, которую я выкладывала сегодня у себя в Инстаграме. Ну и что вы думаете? Здравствуйте. Пришли в школу в тапках просто. Лина, что вы скажете по поводу того, что вы в тапках? Замечательное чувство, ножки дышат. Каждый день так ходили. Я объяснила историю, как я была в шоках, и мои одноклассники тоже. Учителя, конечно, знатно офигели. А что? Нам говорят, что школа это второй дом, а дому ходят в чё? В тапочках. Ну вот и всё. В общем, нам разрешили ходить в классе в тапочках. В коридор не разрешили выходить, только в классе можно в тапочках теперь ходить. Так что можно вообще... Приходишь такой в класс тапочки, переодеваешь, как дома, и всё. Идёшь на уроки, занимаешься. Конечно, многие сегодня не поняли этого, но да ладно. Также у меня есть прекрасный друг, который создал тоже канал на ютубчике, с которым я пробыла просто всё это муторное лето, весь этот карантин в деревне. Конечно же, пожалуйста, переходим, смотрим. У него там есть много клёвых вайнов, я оставлю ссылочку на него в описании. Я надеюсь, что посмотрите эти видео, они, конечно, они, ну, типа, они очень смешные. Мы с подругой горали с них очень-очень долго. Ну, а на этом моменте этот прекрасный видосик, прекраснейший, прекраснейший, заканчивается, поэтому... Ставим лайк, подписываемся на мой канал. Я вас люблю, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok